На проверку всей семьей. Ну, или почти всей. В доме уже можно разглядеть будущую планировку. Места точно хватит всем. Здесь детская, здесь детская, здесь тоже детская. Три детской. У нас четверо детской. Ухня вот здесь будет, здесь будет санузел. А вот здесь вот коридор, где участок. А вход там. Сегодня многодетная семья Костюк живет в 40 квадратных метрах. А потому возводить свой дом решили не раздумывая. На строительство уже пустили материнский капитал. Всего же потратили почти 900 тысяч рублей. Стараются все делать сами. Так дешевле. Нынешние выплаты на миллион 200 тысяч хватит, чтобы довести все до ума. Началась с водами, так как обычно начинается. И сейчас черновая отделка. Вот. Ну, тяжело, конечно, тяжело строиться еще с детьми. При помощи вот этого сертификата, который нам дали, то мы в следующем году летом заселимся. И рядом школа как раз новая. Семья Кирушевых сертификат получила еще в прошлом году. Сегодня дом внутри готов полностью. Осталось его обшить. Хозяйка и мама троих дочерей говорит, сомневались в своих силах, уж слишком тяжелое это дело. Строительство выручил сертификат. Без этого мы бы не смогли достроить. Ну и построить, и достроить не смогли бы. Очень уютно. Все у нас есть. На поддержку семей Сыктывдинского района федеральный бюджет в этом году направил больше 20 миллионов рублей. Право на жилищный сертификат сегодня имеют молодые специалисты и многодетные семьи. Это весомая поддержка. И сегодня действительно она ощутима нашими гражданами. При этом, конечно же, мы говорим о том, что улучшить свои жилищные условия сегодня желает каждый. И тем более молодой специалист, многодетная семья. Поэтому вот та возможность, которую государство сегодня нашим гражданам дает, это, конечно, большая подмога каждому. За четыре года действия программы устойчивого развития сельских территорий сертификаты получили 55 семей Сыктывдинского района. В очереди стоят еще около ста сельских семей. Виктория Палкина, Артем Соколов, телеканал Юрген, Сыктывдинский район.